Друзья, всем привет! Сегодня мы сделаем полезное приспособление из вот этой 200-литровой бочки. Вам желаю приятного просмотра! Как всегда, с вами Сергей. Давайте начинать! Первым этапом мы сейчас берем в руки болгарочку и срезаем верхнюю крышку. Она нам тут точно не нужна. Ну и также не забываем заглянуть в отверстие дьявола, чтобы у нас ничего не загорелось, ничего не подорвало. Особенно пятую точку. Так что, работаем! Итак, друзья, башку от бочки мы отрезали. Вроде там... Оу! Никого нет. Так что, берем в руки маркер и наносим разметочку. Так, разметка наша готова. Пока она такая немножко предварительная, но, скажем, примерно более точная. Делал я ее с помощью китайского угольника. Кстати, штука интересная. Я уже много раз о нем говорил. То есть, если нет денег на угольник Свенсона, то вот этот китаец выручает очень классно. Ну, кому надо, там ссылку оставлю в описании. Так, теперь мы берем болгарочку и выпиливаем всю нашу заготовочку. Так, это у нас лишняя запчасть. Следующим этапом надо обработать все края, чтобы убрать заусенцы, было все поровнее и поинтереснее. Друзья, часто прилетает вопрос в сообщениях, в комментариях. Сергей, привет! Какую болгарку взять? Или какая вообще у тебя и чем ты пользуешься? Друзья, в данный момент у меня болгарка фирмы BORT на 900 Вт. Сказать честно, если бы я покупал сейчас даже что-то бюджетное, то, возможно, я бы ее уже не брал. Потому что в работе очень ощущается, что ты вроде выставляешь на максимальные обороты, а все равно чувствуешь, что она слабенькая. То есть, ну, это моя точка зрения, что эта УШМ не отвечает своим заявленным требованиям. Поэтому я особо никому и не рекомендую ее. Но если вы хотите что-то подобрать под себя, то я, возможно, бы обратил внимание либо на Макита, либо на Митаба. Такую УШМ легко отследить по Е-каталогу, как делаю я. Вбиваю в поиск болгарки, выбираю подходящий бренд, мощность которой нужна, нужный размер диска и ставлю метку по держанию оборотов. Если модель вижу впервые, то обязательно читаю отзывы. И напоследок фильтрую цены и смотрю магазин, который мне известен и находится ближе ко мне. Кому интересно, ссылку оставлю в описании. Теперь нашу заготовку нужно покрасить. Красить будем в синий цвет с помощью баллончика. Друзья, пока наша краска высыхает, сейчас подготовим еще необходимые элементы. Музыка. 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 Так, друзья, конструкция наша практически готова. Но чтобы, скажем так, пятой точке было помягче, у меня есть вот такой остаток, квадратик, кусочек утеплителя, который как раз офигенно ложится. И в качестве накрывного материала буду использовать, сейчас покажу, оп, старую футболку. Она тоже, в принципе, под размер подходит отлично, ее можно поднатянуть, забить степлером, ну, в общем, сейчас все увидите. Продолжение следует... Ну что, друзья, один час, скажем так, свободного времени, и мы имеем вот такое креативное кресло. То есть сделано из 200-литровой бочки, вырезали круг, утеплитель вставили под футболочку, получился вот такой пуфик. Сидеть довольно комфортно, ничего не качается, но есть только бочку криво поставить. А так все окей, сейчас еще красочка чуть немножко подсохнет и будет шикарно. Можно поставить к дому, детишки будут сидеть, баловаться, бегать, играть. И даже если намочит дождь, то не жалко такое кресло. А так, в принципе, идея рабочая. Паралончик не дает для доступа к острым граням. Все нормально, сейчас красочка подсохнет. И все, можно поставить к домику, как говорится, отдыхать на свежем воздухе. Пишите свои комментарии, пишите свои мнения, советы. Ставьте лайк, если вам понравилось видео. Были в одном кафе и хозяин подошел очень креативно. Он сделал всю мебель из бочек и смотрится во. И бюджетно, доступно, то есть не надо какую-то блатную мебель заказывать. То есть идея огонь. Даже если иметь свою беседочку, сделать таких 4 креслица и уже будут к тебе приезжать и смотреть с улыбкой. Типа, ого, нифига. В общем, такая идея. Пишите. С вами был Сергей. Всем пока-пока.